А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 7 августа, день Анны. Почитается память святой Анны, матери Марии, родившей Иисуса Христа. Анна родилась в семье священника и вышла замуж за Иоакима. Детей у семейной пары не было. Иоакиму в пустыне явился ангел и сказал, что Анна родит дочь. Вскоре его супруга действительно родила девочку. Имя Мария получила лишь на 15 день по иудейскому обычаю. Назвали ее так, как повелел сделать ангел. Сказал, что имя дочери Анны Иоакима дал сам Господь. В народе этот день называют Анной лестницей или Анной холодницей. Дни постепенно становятся все более холодными и было заметно, что дело идет к осени. Поэтому дню судили, какая будет зима. Сегодня отправлялись на сбор раннего картофеля. Продолжали собирать и заготавливать ягоды. Приметы. Если утром холодно, зима рано наступит и будут студеные. Какая погода на Анну до обеда, такая будет зима до конца декабря. Какая после обеда, такая после декабря. Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму. И если идет дождь, зима будет теплая и снежная. А вот вы когда рекомендуете вообще арбузы есть? Говорят, они там вначале то ли не спелые, то ли там откуда-то везут. Захимиченные и так далее. Я их с подбранка начинаю, что только зарозовел я их вегуену. Разовел и называется подбранка. Да. Вот это да, по полю, я вегу, какой подходит. Зарозовел. А вообще признаки нельзя так вот просто сказать? Ну признаки я смотрю, там признаков много. Баранчик есть, есть баранчик, такая завитушка и язычок. Как они высохли, это уже они спелые. Баранчик и завитушка это вот это? Вот это на конце от цепи есть. Вот на нем весь язычок такой и баранчик. Вот они как подсыхают, это признак того, что он уже подходит. Это один вариант. Второй вариант по виду, пятый вариант всем с ком определяет. Четвертый вариант, ложишь его на попку, вот так вот пальцами попробовал хрупнуть. Это значит, что он уже не зеленый. Хотя спелы могут совсем и не быть. А как надо хрупнуть, вот если этот? Это большой. Это большой? Надо двумя пальцами вот так вот берешь и придавливать. А, вот здесь? Да, вот здесь в попке. А так? Да. То есть вот так вот, двумя руками это надо вмятить. Ты разреши ребятам посмотреть, поснимать на камеру. Арбузы как растут. Ну я же сразу уловил это дело. Говорю, ребят, да мы только собрали. Говорю, ну пройдите вдоль лесополосы и посмотрите. Может на дереве какой остался. Почему арбуз такой водянистый и хорошо утоляет жажду? Потому что он растет в степи, в жаркое, засушливое время года. И ему надо бороться против этого тем, что он накапливает влагу. Поэтому он как раз ее и отдает. И тем самым удовлетворяет жажду человека. Вот это бахча. Высушивают корочки. То есть не выбрался. Высушивают корочки. Делают отвар с них. И тоже это обладает мочегонным действием. Таким хорошим. Можно применять и для мнях, и для устранения. Ну, соленые арбузы, они до апреля месяца могут прийти. В этом году в колхозе солили вот такие. В апреле директор лесхоза приехал. Так вы целиком их солили? Да. А каково, каково. Так что в арбузный сезон. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Звоните в колокольчик. И подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!